всем привет ну наконец-то я добрался домой и сел записать обнову с китайки которая как по мне ни о чем честно говоря хоть и добавили много интересного но можно было более интересно запилить обнову и более скажем так продуктивно в плане локации они как обычно добавляют нового героя добавляют новые таланты которых которые у людей просто не на что качать и никто и качать не будет потому что они очень хреново падают ну смотря конечно на каком сервере но на нашем это точно сейчас просто разберем говорим о обнове как она есть как я это вижу возможно у каждого свое мнение на эту тему и обнову но честно говоря так почитал посмотрел реально битва замков просто становится каким-то не знает адресом куча локаций ненужных есть куча локаций которые надо доделать они все-таки вводят всякую хрень лишь бы люди жмакали 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 но на хрена одну надо я даже не знаю так ну что давайте начнем с позитивных вещей приятных скажем там которые радуют глаз но одна из этих ладно пусть будет это улучшение интерфейса у нас уже появляется свечение на предметах хотя и без этого было нормально особо этом не парился над этим всем ну теперь она как-то вот так вот более интересно выглядит не знаю как вам нравится не нравится пишите в комментах но мне честно говоря на это реально насрать меня больше интересует сам геймплей то есть чтобы можно было нормально поиграть пофаняться то есть это такой бонус скажем так мелкий самое основное чего я уже добился я их бомбил очень долго они мне возвращали кучу предметов на основу потому что они пропадали просто во время роллингов со склада потому что я не мог их забрать не сделали все таки у нас 999 и томов у меня даже здесь на китайке на этом аккаунте тоже нехватка места уже для некоторых ресурсов особенно для донатных это как вы поняли вот эти камни сейчас у меня 984 вот я так сделаю раз-два заберу вот я их свободно забрал и теперь у меня в алтаре уже 1004 это очень хороший приятный бонус потому что многих роков карточки там разные ресурсы просто копятся копится а дальше девать их просто некуда сейчас это реально плюс так давайте дальше что там у нас такого интересного сейчас перечитаем следующий ну скажем так немало важный приятный бонус это судьба у нас добавили опять очередную новую локацию для трата наших кулачков в день их и прочего но у меня больше всего порадовало что здесь добавили купидона который один из неба выходит баферов афина тоже у нее появится одна цель сейчас мы конкретно каждого разберем плюс хранитель то есть раз два три это можно сказать так три бафера которые реально будут кайфово заходить на любых локациях и мы их используем очень часто их не выселение это однозначно плюс так 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 к этому мы дойдем самая основная дичь которая как по мне нахрен не нужно чисто говоря там пофиг это все ну вот это вот карусель который вы можете там прокрутить я так понял три раза потому что вас ограниченное количество друзей 30 вы можете за 8 сердечек вот так вот взять крутануть и получить какой-то бонус насколько я понял это раз в сутки вот мы получили 6 осколков горгола да вроде как бы неплохо ну нахрен нам не надо ну реально это какой-то игра должна быть там лучше бы добавили там что-то в определенной локации запоминание каких-то рун это как по мне реально дичь полная скоро будем вот так зашел прокрутил зашел прокрутил вышел вот давайте за самики покрутим дают тоже попытку вот мы получили даже назад откатывает нет все-таки получили 1к орденов да или нет что непонятно ну давай чувство хрень ладно давайте посмотрим пусть остановится или это так всегда будет вечно давайте вторую попытку что это что это блять за движение дикие ну в общем я я не знаю не понимаю этого пока что это такое но как видите максимум на сердечек это 30 ну вот так вот она крутится и сколько она так будет крутиться давайте еще разок дети призы хрен его знает ребят вот такая вот херня как по мне никому не нужно да конечно там многие будет бомбить вот вот топовые какие-то награды там но ребят а это скорее всего наверное смена реально хрень дальше функция восстановления ресурсов этот если вы насколько понял не успеваете что-то сделать вы можете взять либо 50 процентов либо за самое получить полностью все сразу то есть вы можете сразу зафармить насколько я понял я не знаю еще точно как она ну как бы я смотрел пробовал так в основном но судя по всему это просто так но у нас вроде всего хватает я не знаю что это такое чё нам не дает завершить ну типа такого вы можете завершить насколько я понял сразу все чтобы не бегать за самоцветы не знаю вроде 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 хорошо вроде и нахрен не надо два таланта будет новых неразрушимая броня и бесконечный броня судя по всему будет очень интересная ну как обычно она будет падать падать очень хреново основной плюс то что герой будет невосприимчивый который какое-то время во время начала боя к страху снижению энергии то есть к разбросу к оглушению это очень интересно это очень охраненная будет тема для баферов особенно и для там героев которые наносят дебаф дальше бесконечный повышает ну и также там будет повышение атаки неизвестно на сколько процентов в первом талантики 2 и бесконечный повышает скорость набора энергии на определенное количество и эффекта лечения ну честно говоря не знаю есть ли смысл вообще в этом таланте посмотрим что будет дальше так 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 ну новая карта судьбы это мы разберем сейчас так два новых талантик новых скина не знаю и вроде с одной стороны хорошо что этим героем добавили скины с другой стороны я так смотрю ну нельзя нормальные скины нарисовать нахрена мне футболка и gg там на моем хранителе называется судьбоносный ангел где-то мой хранитель я думал после полуночи добавят у нас на у нас таки ничего не добавили сегодня вот такой вот скин а и gg он хранитель уже красненький у нас становится футболочки в шортиках ну не знаю как вам ну посмотрим как будет действовать его менее также у нас будет новый скин для дерева сейчас мы найдем наше дерево триант вот так он выглядит в облик ну блин опять то же самое то же самое опера не как-то по два героя штампуют и непонятно что они с ними там делают они одинаковые почему нельзя сделать всех там в одну какую-то определенную сюжетную линию так дальше ну будет новый питомец давайте попробуем его сейчас выбить если у нас получится знаю он донатные не донатные сейчас по открываем немножко яйца нас их подкопилась возможно он опять же за донат будет слоны падают нет так на основе падали нету не хочет сволочь даже говорю как обычно на все новые шансы вообще никакие еще плюс то что в этом обновлении наконец-то увеличили нам алтарь точнее склад плюс 10 единиц но и новый герой который как по мне не особо имбовый будет но посмотрим уже потестируем его когда выбьем но честно говоря ну не знаю ребят давайте еще два не падает ни хрена и перейдем к судьбе посмотрим что там у нас поменялось с кому что стоит качать ну нету 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 и нету короче вот как то так не особо он хочет падать так 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 наша судьба судьба вот судьба интересная в этот раз так начнем с купидона самое интересное так что делает купидон на один из там он увеличивает энергию на 75 уже плюс 75 единиц это 10 целей на 10 целей и также урон на 68 процентов но самое основное скорость передвижения добавляется 20 процентов в течение шести секунд и кулдаун 6 секунд вот как то так 6 и 6 то есть фактически вечность вечный этот баф от него на 12 уже получается 72 процента у него урона плюс 75 энергии точно также скорость при движении 35 процентов но я считаю это одними стоповых будет на 1212 с этой группы будем его качать смотреть так бог рома увеличение молнии получается у нас просто увеличение урона молнии ангел ну там ангел не интересно хранитель будет отражать на одиннадцатом 75 полученного урона когда срабатывает его скил также будет увеличивать атаку на 64 процента дальше принципе ничего не меняется на двенадцатом тоже самая отражалка урон уже 68 плюс 4 процента не знаю как то вроде хорошо вроде не очень афина на 11 там будет наносить уже не 5 6 цельным урон это однозначно плюс очень большой она будет заряжать сразу 6 дружественных героев на 60 на 52 52 единицы энергии но увеличивать скорость атаки на 65 ну и на 12 скорость не скорость а урон по цели 310 будет скорость атаки также 65 мой герой будут получать уже по 55 единиц плюс так бог рома не интересно посмотрели хранители посмотрели афину повелитель бури ну повелители бури меняться будет только процентуальный урон я скажу это не очень он и так себя очень убивает сильно в принципе вроде как бы по основным пунктам и пробежались с такого что есть о как видите есть новый герой жабка левушка не знаю кто как его называет честно говоря у него жизни маловато вообще не знаю где его будем применять вообще ли стоит его будет качать но давайте попробуем роль ним на 14 к вдруг выпадет роли те честно говоря не хочу мне этот герой вообще не нужен он там мне не особо понравился но попробуем так там кто-то упал не знаю кто но вряд ли он много давайте ради интересы зайдем посмотрим где там наша вкладка героя не показывает кто нам упал ну да ладно нового героя так и нет так валька валька тоже хорошо нужно повторочки одна синий зелень паладин опять валька влад дракула бог рома короче один хлам падает ребят рандомчик на нами издевается фрэнки ну нормально сойдет пойдет на повторку ну и ролим до первой леги вот так вот смерть вот так вот принципе даже получилось почти на 20к ну не знаю ребят одного честно говоря не особо порадовало потратим и кулачки опять будем стоять на месте ничего интересного не случилось не поменялось все в принципе пишите коменты подписывайтесь ставьте обязательно лайки пишите какие игровые моменты вы хотите увидеть на китайке всем пока сейчас на китай купите ну а и с так это